В школе номер 15 звучит сирена о террористической угрозе. Учителя в классе забаррикадировали двери и проход. Сами сели на пол. Как бы не было тревожно, главное в этот момент не дать волю эмоциям. Действовать четко и слаженно. Так их и учили этому ранее. Отработали все с тем сценарием и регламентом, который был запланирован и утвержден. Все правильно сделали. Своевременно укрылись в помещениях при поступлении сигнала о том, что нарушитель на территории. Педагогический состав школы отметил, что быстрее всех отреагировала Юлия Шкандалю, учитель биологии. Она закрыла кабинет, руководила дальнейшими действиями учителей и позвонила в Единую службу спасения. Не растерявшись, педагог четко назвала адрес школы и количество человек в классе. Учителем биологии Юлия работает уже 9 лет. Три из них посвятила школе номер 15. Признается, что перед началом нового учебного года для нее важно повторить алгоритм действий при внештатных ситуациях. Ведь она классный руководитель и вторая мама для своих воспитанников. Все начинается с наблюдения. Если мы вообще изначально замечаем какого-то человека с оружием, может быть на территории школы или возле территории школы, нужно обязательно сообщить об этом директору или сразу позвонить в службу 112. Если я веду урок как учитель и слышны звук разбитого стекла, взрыв, автоматная очередь, то первое, что я должна сделать, это закрыть изнутри кабинет. После этого я прошу детей всех уйти от окон и мы вместе с ними совместно баррикадируем. Сначала баррикадируем дверь, а затем баррикадируемся возле стены, которая напротив окон у двери. Представители Департамента образования и науки Севастополя также не забыли проверить, помнят ли сотрудники школы алгоритм действий при воздушной тревоге. После объявления сигнала руководство и учителя школы за считанные минуты спустились в укрытие, организованное в подвале учреждение. Этим убежищем в неучебное время могут воспользоваться не только ученики 15-й школы, но и другие жители Белокаменного. Во время образовательного процесса, как раз с целью недопущения проникновения посторонних лиц, доступа не будет. В нерабочее время, после 18.00, доступ при сигнале воздушная тревога будет производиться, допуск гражданского населения на территорию школы, соответственно, в убежище школы. По вопросу баллистики, в теоретической части мы сейчас проговариваем и воздушную тревогу, и баллистику. В практической части будем отрабатывать только сигнал «воздушная тревога». Всероссийские учения организованы Министерством просвещения России совместно с МЧС, МВД и Росгвардией при содействии Национального антитеррористического комитета. В Севастополе такие тренировки прошли 29 и 30 августа во всех школах, детских садах и колледжах. Все образовательные учреждения сняли видеоотчёт, который предоставили Департаменту образования и науки. Эти материалы будут отсмотрены, а если какие-то действия педагогов выполнены неверно, в учреждении проведут повторный инструктаж. Милана Агапова, Андрей Вовк, Новости Севастополя. Продолжение следует...